МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ней училось примерно 35 крестьянских детей, маленьких мужичков, как называл их сам писатель. Для этой школы он создавал и учебные пособия, одним из которых и должна была стать азбука. Она увидела свет в 1872 году. Нарабоучительные рассказы из азбуки послужили основой для живописных работ мастеров. На выставке можно познакомиться с более 50 работами пяти художников. Здесь мы можем увидеть, например, работы художника Евгения Михайловича Рачева. Весьма известный иллюстратор, причем это художник-анималист. По его собственным словам, он рисовал животных или зверей. Но не тех зверей, которые живут в лесу, а тех, которые становятся героями басен и рассказов, и сказок, конечно же. На выставке есть работы маститых мастеров-иллюстраторов советского периода – Бориса Калаушина, Юрия Васнецова, Александра Николаева, а также российского художника Игоря Кобякова. Выставка будет работать до середины сентября. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ.